Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава четвёртая. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем её вернее губим средь обольстительных сетей. Разврат бывал охладнокровный, наукой славился любовный, сама себе везде трубя и наслаждаясь, не любя. Но эта важная забава достойна старых обезьян, хвалённых дедовских времян, лавласов, обветшала слава со славой красных каблуков и величавых париков. Кому не скучно лицемерить, различно повторять одно, стараться важно в том уверить, в чём все уверены давно, всё те же слышать возражения, уничтожать предрассуждения, которых не было и нет у девочки в тринадцать лет. Кого не утомят угрозы, моленья, клятвы, мнимый страх, записки на шести листах, обманы, сплетни, кольцы, слёзы, надзоры тёток, матерей и дружба тяжкая мужей. Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Привычкой жизни избалован, одним на время очарован, разочарованный другим, желанием медленно томим, томим и ветреным успехом, Внимая в шуме, в тиши, роптанья вечной души, зевоту подавляясь смехом. Вот как убил он восемь лет, утратя жизни лучший цвет. В красавец он уж не влюблялся, оволочился как-нибудь, Откажут, мигом утешался, изменят, рад бы отдохнуть. Он их искал без упоения, оставлял без сожаления, Чуть помни их любовь и злость. Так точно равнодушный гость на вист вечерний приезжает, Садится, кончилась игра, он уезжает со двора, Спокойно дома засыпает и сам не знает поутру, куда поедет вечером. Но, получив послание Тани, Аникин живы тронут был. Язык девических мечтаний в нем думы роем возмутил, И вспомнил он Татьяна милой, И бледный цвет, и вид унылый, И в сладостный безгрешный сон Душою погрузился он. Быть может, чувстве и пыл старинный им на минуту овладел, Но обмануть он не хотел доверчивой души невинной. Теперь мы в сад перелетим, Где встретилась Татьяна с ним. Минуты две они молчали, Но к ней Онегин подошел и молвил, Вы ко мне писали, не отпирайтесь, Я прочел души доверчивой признание Любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила, Она волнение привела Давно умолкнувшие чувства. Но вас хвалить я не хочу, Я за нее вам отплачу, Признанием так же без искусства. Примите исповедь мою, Себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом Я ограничить захотел, Когда б мне быть отцом, супругом, Приятные жребия повелел, Когда б семейственной картиной Пленился я хоть миг единый, То, верно, кроме вас одной Невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, Нашет мой прежний идеал, Я, верно, вас одну избрал В подруге дней моих печальных, Всего прекрасного в залог, И был бы счастлив, сколько мог. Но я не создан для блаженства, Ему чужда душа моя, Напрасно ваше совершенство, Их вовсе не достоин я. Поверьте, совесть в том порукой Супружества нам будет мукой. Я, сколько не любил бы вас, Привыкнув, разлюблю тот час. Начнете плакать, Ваши слезы не тронут сердце моего, А будут лишь бесить его. Судите ж вы, какие розы Нам заготовит геменей, И, может быть, на много дней. Что может быть на свете хуже семьи, Где бедная жена грустит О недостойном муже, И днем и вечером одна, Где скучный муж, Ей цену зная, Судьбу, однако ж, проклиная, Всегда нахмурен, молчалив, Сердит и холодно ревнив. Таков я. Итого ль искали вы чистой, Пламенной душой, Когда с такой простотой, С таким умом ко мне писали, Ужели жребий вам такой Назначен строгой судьбой? Мечтам и годам нет возврата, Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, И, может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева, Сменит не раз, молодая дева, Мечтами легкие мечты. Так деревцу свои листы Менять с каждую весною, Так, видно, небом суждено, Полюбите вы снова, Но учитесь властвовать собою, Не всякий вас, как я, поймет, К беде неопытность ведет. Так проповедовал Евгений Сквозь слез, Не видя ничего, едва дыша, Без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей, Печально, как говорится, Машинально. Татьяна молча оперлась, Головкой томною склонясь, Пошли домой, Вкруг огорода, Явились вместе, И никто не вздумал им пенять на то, Имеет сельская свобода Свои счастливые права, Как и надменная Москва. Вы согласитесь, Мой читатель, Что очень мило поступил С печальной таней Наш приятель. Не в первый раз Он тут явил Души прямое благородство, Хотя людей, Недоброходство, В нем не щадило ничего. Враги его, Друзья его, Что может быть одно и то же, Его чистили так и сяк. Врагов имеет в мире всяк, Но от друзей Спаси нас, Боже, Уж эти мне друзья-друзья, Об них недаром Вспомнила я. А что? Да так, Я усыпляю пустые черные мечты, Я только в скобках замечаю, Что нет презренной клеветы На чердаке в ролем рожденной И светской чернью ободренной, Что нет ни лепицы такой, Ни эпиграммы площадной, Которой бы ваш друг С улыбкой В кругу порядочных людей, Без всякой злобой затей Не повторил сто крат ошибкой, А, впрочем, Он за вас горой, Он вас так любит, Как родной. Хм-хм. Читатель благородный, Здороваль, Ваша вся родня, Позвольте, Может быть, Угодно теперь узнать вам от меня, Что значит именно родные. Родные люди вот какие, Мы их обязаны ласкать, Любить, Душевно уважать, И по обычаю народа О Рождестве их навещать, Или по почте поздравлять, Что в остальное время года Не думали о нас они. И так, дай Бог им долгие дни. Зато любовь красавиц нежных, Надежней дружбы и родства, Над ней и средь бурь мятежных Вы сохраняете права. Конечно, так. Ну, вихрь моды, Но свои нрави природы, Но мнение светского поток, А милый пол, Как пух лягок. К тому ж и мнение супруга Для добродетельной жены Всегда почтенно быть должны. Так ваша верная подруга Бывает вмиг увлечена, Любовью шутит сатана. Кому ж любить, Кому же верить, Кто не изменит нам один, Кто все дела, Все речи мерит Услужливо на наш аршин, Кто клеветы про нас не сеет, Кто нас заботливо лелеет, Кому порог наш не беда, Кто не наскучит никогда, Призрака суетный искатель, Трудов напрасно не губя, Любите самого себя, Достопочтенный мой читатель, Предмет достойный, Ничего, любезней верно, Нет его. Что было следствием свидания, Увы, нетрудно угадать, Любви безумные страдания Не перестали волновать, Молодой души, Печали жадной, Нет пущей страстью безотрадной, Татьяна бедная горит, Ее постели сон бежит, Здоровье, жизни, цвет и сладость, Улыбка девственной, покой, Пропало все, Что звук пустой, И меркнет, Милой Тане младость, Так одевает буритень, Едва рождающийся день. Увы, Татьяна увядает, Бледнеет, Гаснет и молчит, Ничто ее не занимает, Ее души не шевелит, Качай важно головою, Соседи шепчут меж собою, Пора, пора бы замуж ей, Но полно, Надо мне скорее Развеселить воображение Картины счастливой любви, Невольно, милые мои, Меня стесняет сожаление, Простите мне, Я так люблю Татьяну, Милую мою. Час от часу плененной боли К красами Ольги молодой Владимир сладостной неволе Предался полной душой, Он вечно с ней, В ее покое Они сидят в потемках двое, Они в саду, Рука с рукой, Гуляют утренней порой, И что ж, Любовью поенной В смятении нежного стыда, Он только смеет Иногда улыбкой Ольги ободренной Разбитым локоном играть, Иль край одежды целовать. Он иногда читает Оле, Норовоучительный роман, В котором автор знает более Природу, чем в Шатабриан, А между тем две-три страницы, Пустые бредни и небылицы, Опасные для сердца дев, Он пропускает, покраснев, Уединяясь от всех далеко, Они над шахматной доской, На стол обогатясь, Порой сидят, Задумавшись глубоко, И ленской пешкой у ладью Берет в рассеяние свое. Поедет ли домой, И дома он занят Ольгой своей, Летучие листки альбома Прилежно украшают ей, То в них рисуют сельские виды, Надгробный камень, Храм киприды, Или на лире голубка Пером и красками слегка, То на листках воспоминания, Пониже подписи других, Он оставляет нежный стих, Безмолвный памятник мечтания, Мгновенный дум и долгий след, Все тот же после многих лет. Конечно, вы не раз видали Уездный барышни альбом, Что все подружки изморали С конца, с начала и кругом, Сюда, на зло, правописанию, Стихи без меры, по преданию, В знак дружбы верной внесены, Уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь И подпись Анетты, А на последнем прочитаешь Кто любит более тебя, Пусть пишет далее меня. Тут непременно вы найдете Два сердца, факела, цветки, Тут верно клятвы вы прочтете, В любви до гробовой доски, Какой-нибудь, ну, ум армейский, Тут подмахнул стишок злодейский, В такой альбом, мои друзья, Приснаться рад писать и я, Уверен, будучи душою, Что всякий мой усердный вздор Заслужит благосклонный взор, И что потом с улыбкой злою Не станут важно разбирать, Остро или нет, я мог соврать. Но вы, разрузненные томы Из библиотеки, чертей, Великолепные альбомы, Мученья модных рифмачей, Вы, украшенные проворно, Толстого кистью чудотворной Или баратынским пером, Пускай сожжет ваш божий гром, Когда блистательная дама Мне свой инкуатру подает, И дрожь, и злость меня берет, И шевелит цепи грамма Во глубине моей души, А мадригалы им пиши. Не мадригалы Ленский пишет, В альбоме Ольги молодой Его перо любовью дышит, Нехладно блещет остротой, Что не заметит, не услышит Об Ольге он про то и пишет, И полной истины живой Текут Элегии рекой. Так ты, языков вдохновенный, В порывах сердца своего Поешь, Бог ведает кого, И свод Элегии драгоценной Представит некогда тебе Всю повесть о твоей судьбе. Но тише слышишь, критик строгий Повелевает сбросить нам И Легии венок убогий, И наши братья рифмача. Кричит, да перестаньте плакать, И все одно и то же квакать, Жалеть о прежнем, о былом, Довольно пойте о другом. Ты прав, и верно нам укажешь Трубу, лучину и кинжал, И мысли мертвый капитал. Отсюду воскресить прикажешь, Не так ли, друг, ничуть куда? Пишите оды, господа. Как их писали в мощные годы, Как было в старе заведено, Одни торжественные оды, И полно, друг, не все ли равно? Припомни, что сказал сатирик, Чужого толка, хитрый лирик, Уже ли для тебя сносней Унылых наших рифмачей? Но все в элегии ничтожно, Пустая целью жалка, Меж тем цель оды, Высока и благородна, Тут бы можно поспорить нам, Но я молчу, Два века ссорить не хочу. Поклонник славы и свободы, В волнении бурных дум своих, Владимир описал бы оды, Да Ольга не читала их. Случалось ли поэтам слезным Читать в глаза своим любезным Свои творения? Говорят, что в мире выше нет наград, И впрян блажен любовник скромный, Читающий мечты свои, Предмету песен и любви, Красавице приятно томной. Блажен, хоть может быть, Она совсем иным развлечена. Но я плоды моих мечтаний И гармонических затей Читаю только старой няне, Подруге юности моей. Да после скучного обеда Ко мне изобретшего соседа, Поймав нежданно за полу, Душу, трагедии в углу, Или, но это кроме шуток, Тоской рифмами томим, Бродя над озером моим, Пугаю стадо диких уток, Вняв пенью сладкозвучных стров, Они слетают с берегов. А что ж, Онегин, кстати, братья, Терпенье вашего прошу, Его вседневные занятия Я вам подробно опишу. Онигин жил анахаретом. В седьмом часу вставал он летом И отправлялся налегке К бегущей под горой реке. Певцу Гюльнара, подражая сей, Гельспонт переплывал, Потом свой кофе выпивал, Плохой журнал перебирая, И одевался. Прогулки, чтения, Сон глубокий, Лесная тень, журчанье струй, Порой белянки, черноокой, Молодой и свежий поцелуй, Узде послушный конь ретивый, Обед довольно прихотливый, Бутылка светлого вина, Уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая, И нечувствительно он ей предался, Красных летних дней Беспечной Негине считая, Забыв и город, и друзей, И скуку праздничных затей. Но наше северное лето, Карикатура южных зим, Мелькнет и нет, Известно это, Хоть мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало, Короче становился день, Лесо в таинственной сень С печальным шумом обнажалось, Ложился на поля туман, Гусей крикливых караван Тянулся к югу, Приближалась, Довольно скучная пора, Стоял ноябрь уж у двора. Встает заря Во мгне холодной, Во мгле холодной, На нивах шум работу молк, Своей волчихой у голодной Выходит на дорогу волк, Его почуя, Конь дорожный храпит, И путник осторожный Несется в гору Во весь дух. На утренней заре пастух Не гонит уж коров из хлева, И в час полуденный в кружок Их не зовет его рожок. В избушке, распевая дева, Придет, И зимних вдруг ночей Трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы И серебрятся средь полей, Читатель ждет у шерифма розы, На вот возьми ее скорей. Опрятней модного паркета Блистает речка, Льдом одета, Мальчишек радостный народ, Коньками звучно режет лед, На красных лапках Гусь тяжелый, Задумав плыть по луну вод, Ступает бережно на лед, Скользит и падает. Веселый мелькает, Вьется первый снег, Звездами падая на брег. В глуши что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой Невольно докучает взору Однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровой, Но конь притупленной подковой, Неверной зацепляя лед, Того и жди, что упадет. Сиди под кровлею пустынной, Читай, вот прад, Вот скот не хочешь, Поверяй расход, Серди, сельпей, И вечер длинный Кой-как пройдет, А завтра тоже, И славно зиму проведешь. Прямым Онегин, Чильд, Гарольдом Вдался в задумчивую лень, Со сна садится в ванну с Ольдом, И после дома целый день. Один в расчеты погруженный, Тупым кием, Кием вооруженный, Он на бильярде в два шара Играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, Бильярд оставлен, Кий забыт, Перед камином стол накрыт. Евгений ждет, Вот едет Ленский На тройке чалах лошадей, Давай обедать поскорей. Вдовы клетко Или маэта Благословенное вино В бутылке мерзлой для поэта На стол тот час принесено. Оно сверкает и по креной, Оно своей игрой пеной Подобием того сего Меня пленяло. За него последний бедный лепт Бывало давал я. Помните, друзья, Его волшебная струя Рождала глупостей немало, А сколько шуток и стихов И споров и веселых снов. Но изменяет пеной шумной Оно желудку моему. И я, Бордо благоразумный, Уж нынче предпочел ему. К Аи я больше не способен, А и любовнице подобен Блестящей, ветреной, Живой и своенравной, Пустой. Но ты, Бордо, Подобен другу, Который в горе и в беде, Товарищ, Завсегда, Везде, Готов нам оказать услугу, Иль тихий разделить досуг, Да здравствует, Бордо, Наш друг. Огонь потух, Едва золою Подернут уголь золотой, Едва заметную струею Виецца пар, И теплотой камин Чуть дышит, Дым из трубок В трубу ходит, Светлый кубок Еще шипит среди стола, Вечерняя находит мгла. Люблю я дружеские враки, Дружеский бокал вина, Порой, Порой и то, и что, Названа пора Меж волка и собаки, А почему? Не вижу я. Теперь беседую, друзья. Ну, что соседки, Что Татьяна, Что Ольга резвая твоя, Налей еще мне полстакана. Довольно милый, Вся семья здорово Кланяться велели. Ах, милый, Как похорошели Ольге плечи, Что за грудь, Что за душа. Когда-нибудь заедем к ним, Ты их обяжешь, А то, мой друг, Судит и сам, Два раза заглянул, А там уж к ним И носу не покажешь. Да вот, какой же я болван, Ты к ним на той неделе зван. И я? Да, Татьяна, именины, В субботу, Оленька и мать велели звать, И нет причины тебе На зов не приезжать. Но куча будет там народу И всякого такого сброду, И никого, уверен я, Кто будет там? Своя семья, Поедем, сделай одолжение. Ну, что ж, согласен, Как ты мил. При сих словах Он осушил стакан, Соседке приношение, Потом разговорился вновь Про Ольгу, Такова любовь. Он весел был, Через две недели Назначен был счастливый срок. И тайна брачной постели, И сладостной любви венок Его восторгов ожидали. Гимина хлопоты, печали, Зевоты, хладная череда, Ему не снились никогда. Меж тем, как мы, Враги Гимена, В домашней жизни зрим один, Ряд утомительных картин, Роман по вкусе Лапантена, Мой бедный Ленский, Сердцем он, Для он и жизни был рожден. Он был любим, По крайней мере, Так думал он, И был счастлив, Сто крат блажен, Кто предан вере, Кто, хладный ум, Угомонив, покоится В сердечной неге, Как пьяный путник на ночлеге, Или нежней, Как мотылек, Весенний впившийся цветок. Но жалок тот, Тот, кто все предвидит, Чья не кружится голова, Кто все движения, Все слова в их переводе ненавидит, Чье сердце опыт остудил, И забываться запретил.